Закон о свободной экономической зоне Крым, против которого выступают участники гражданской блокады оккупированного полуострова, не будет отменен, а его подкорректируют. Поправки к документу будут приняты к концу года. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. По его словам, на данный момент продолжаются переговоры о возможных вариантах отмены коррупционных факторов, изначально заложенных в закон. Сейчас, насколько мне сообщают, есть какие-то там два проекта, направленные на отмену. Ну, просто так, там не говорится об полношей отмене, но проводятся какие-то уточнения. В ближайшее время этот законопроект будет венцироваться. Ну, до нового года ожидается оно хоть увидится? Я думаю, да. Отметим, в начале октября активист гражданской блокады Крыма, член Меджлиса Эскандер Бариев в эфире Черноморской телерадиокомпании анонсировал отмену закона АСС Крым. Притом, по его словам, это должно было произойти к концу ноября. Бариев также заявлял о необходимости оперативного решения этого вопроса, поскольку продолжать блокирование Крыма в условиях похолодания значительно сложнее. Есть решение, согласно которому на некоторое время Верховная Рада приостановит, не будет проводить пленарные заседания до начала ноября, насколько мне известно, где-то до 5 или до 6 ноября. И это, конечно, во временном плане усложняет процесс, потому что на акции, а вот сейчас уже похолодало, находятся люди. Люди, которые находятся там, стоят в холод, тем более это не в каком-то теплом здании. Теперь же, судя по словам Джамилева, дата отмены закона о свободной экономической зоне Крым сдвигается к концу года. Такую отсрочку депутаты поясняют необходимостью отработки механизма принятия решения об отмене норм коррупционного закона. Администрация президента, там работает рабочая группа вместе с правозащитниками, с Харьковской правозащитной группой, КрымСОС, еще несколько серьезных центров. Мы пытаемся найти решение такое, чтобы не нарушались права человека, не нарушалась конвенция. Пока мы не решим эти проблемы, а мы должны их решать, говорить сегодня об функционировании в нормальном режиме взаимоотношений с оккупированной территорией невозможно. Переговоры, о которых говорит Георгий Лагвинский, являются новой вводной в истории с отменой закона АСС Крым. Как известно, в парламенте имеются как минимум четыре законопроекта, которые предусматривают отмену этого закона. Его авторами являются депутаты из различных фракций, однако ни один из них так и не вынесен на рассмотрение в сессионный зал даже после начала гражданской блокады Крыма. Теперь же политики говорят уже о новых причинах, которые препятствуют оперативному решению проблемы.